Первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов и представители профильных служб униципалитета побывали в микрорайоне Зеленой аллеи. Местное население было обеспокоено проводимыми работами по прокладке коммуникации и возведению фундамента под автомойку напротив дома номер 6. С просьбами разобраться в ситуации жители обратились в администрацию округа. Жители вот этого дома в окна увидели, что здесь приехала техника, сотрудники подрядной организации, которые начали рыть траншею к участку, где находится мойка. Соответственно, зная то, что эта мойка построена незаконно, они начинают поднимать панику, с какой целью происходят эти работы. Подошли, узнали, они сказали, что рабочие просто сказали, что мы прокладываем трубу. Пришел их бригадир сказал, что мы делаем ремонтные работы. Жители обратились в связи с тем, что здесь проводились работы по подключению объекта, предлежащий ООО «Монолит» к сетям водоснабжения и водоотведения по договору Тихприса. Но в связи с тем, что выяснилось, что у данной организации отсутствует разрешение на строительство, все работы на данный момент приостановлены до получения им разрешительной документации. Выяснилось, что данное сооружение было построено без разрешения. Кроме того, его владельцы пытались нелегально подключить его к сетям водоснабжения. Пока я не увижу, что им разрешено возводить что-то, никакого смысла присоединения нет. Поэтому я сейчас попросил, как раз это будет получительная история, для того, чтобы коллеги сейчас всю эту историю засыпали. Ладно? Не своими силами. У нас все так сейчас достаточно работы по городу. По поручению Владимира Иванова все работы были остановлены, ордер отозван, траншеи закопаны. Компенсационное благоустройство собственник автомойки проведет за свой счет.